Всем привет, дорогие друзья и гости нашего канала. С жарищем мы с Владой решили выбраться в город. Не сидится нам дома. Дома скучно, что там делать. Проснулись, немножко перекусили. Думаем, что целый день сидеть. Поедем-ка мы съездим в Мезетли, посмотрим, что там новенького в магазинах. И вам покажем. Поехали с нами. Сегодня 18 сентября, а такое ощущение, как будто... Как будто начало лета, такое ощущение. Кстати, на эти выходные сказали, что температура на 4 градуса повысится. На эти выходные. Повысится? Повысится, да. То есть будет жарко. Сейчас же холодно будет. Да, вчера ночью вообще еле уснула. Жара страшная, влажность. Идем уже все мокрые. Но все равно потом где-то к 3-4 утра немножечко прохватно становится. Приехали в магазин Мезетли. Посмотрите, какая красота. Такие красивые босоножки в камнях. Вот мы такое любим. Яркое такое, в камешках все. Красиво. Сейчас зайдем во внутрь. Кстати, на Тренд-Юле полно таких вот босоножек, все в камнях. Надо посмотреть цены. Мне кажется, на Тренд-Юле намного дешевле, чем в магазинах. Такие хорошенькие, да? Хорошенькие, но у них ничего нет. Вот такие обычные. Ну обычные, да. Ну что, такая обувь поинтереснее. Ну да. Вот такие симпатичные. Ну такое вот качество не особое. Мне кажется, вообще на один раз. И они развалятся. Здесь вот каблук пластмасса. Сумочки. Сумки цен нет. Наверное, лир по 500 в сумке. Как тебе такие симпатичные? Я не люблю вот босоножки. Именно вот это вот не люблю. А что она? Вот на работу носила. Раньше в молодость моей мамы были модные вот такие каблуки толстые. И сейчас модно. Видишь, все возвращается. Не нравится тебе? Нет. Не по мере. По мере. Не нравится тебе по мере. Ага, как в том фильме. Как же он назывался? Служебный роман, по-моему, да? Или как он назывался? Подожди. Он варенотус сики зван. Где Новосельцев был? Новосельцеве, как ее звали, не помню. Директрису. Как она приходит на работу. А, это секретарша ее. Секретарша приходит на работу. Девочки, как вам эти сапоги? Девочки все. Ерунда такая. Она все понятно. Надо брать. Вот это из той же Opel. Влада спрашивает, как тебе? Я говорю, мне нет. Она говорит, надо брать. Ну, не нравится мне такой каблук. Не мое это. В общем, все новое, хорошо забытое, старое. Все возвращается. Все это уже было модно. Ну, куда на работу таких ходить. Ириска. Например, просто если вот так отрезать. Не знаю, выходить целый день. Цвет не важный, телесный. Что-то получше выберу. Они неудобные. Они вообще неудобные. Те не понравились Владе. Как можно в них выходить? Целый день. На таких каблуках я не знаю. Ну, так, одеть куда-то на какое-то мероприятие. Придти домой и быстро их закинуть. Те каблуки. Такое некачественное. Не знаю, пластмасска такая. Вперед симпатичный, маккаблук. Вообще, я люблю спортивную обувь. Ну, конечно, иногда нужно одевать и на каблуке. Понятно, что такие должны быть по-любому у женщины. Что-то на каблуке. Вот это так смотрится. Вообще, не знаю. Как вам напишите в комментариях. Какой-то пластик. Пластиковая просто. Все пластиковая. Каблук. Вот здесь вот, как полиэтилен. Пластик. Это пластик. Пластиковая все плите. Пластиковая, брауза. Пластиковая. 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 Вот такой вот мне нравится. Мюлли. Вот такие вот. Вот это мне нравятся. Симпатичные. Как на каждый день бегать. Ну, конечно, в лёгкочках, в лёгкочках, наверное, на выход больше. Вот такие вот симпатичные. Хорошенькие. Это просто резинка. Резинка и пластик. Ну, они дешёвые. Я видела на трингиоле где-то 140 лир, 130. Эти даже не знаю, сколько стоят. Красивенькие. Женщина меряет. Какие хорошо. Красивые. Симпатичные. Ну, что, ты выбрала? Подожди, я посмотрю, что ты там выбрала. Так у тебя же есть такие вот, да? У тебя же две пары точно такие дома. Чёрные. Нет. Одна пара ради о том, что там каблук маленький. Мне не очень нравится. А эти хорошенькие, да? Ну, может, что-то покрасивее нету? Не нравятся тебе? Да не знаю. Ну, вот эти вон туфли, вон чёрные, смотри. Они более красивее какие-то. Вот, чёрные. Прям на тебя смотрят. А я вижу, мне они не нравятся, например. Ну, почему? Мне, если мне не нравятся. Ну, так у тебя две таких же дома. Ну, так это тоже чёрные. Мне они не нравятся. Я не знаю, мне эти абсолютно не нравятся. Что здесь хорошего? У нас разные вкусы, наверное. Они удобные. Просто брать опять то же самое. Не знаю. Ну, что-то поинтереснее, посмотри. 300 лир стоят такие вот босоножки. Никуда не годные. Не знаю, мне не нравятся. Это очень дорого. Но трензюли можно их за 150 купить. Поэтому пойдём мы дальше. Вот такой магазин, ребятки. Пойдём мы дальше. Сейчас зайдём в магазин Деппа. Тут неплохие вещи. Продавались раньше. Но я давно не была, не знаю. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Шорты. Шорты. Скидки. Майки по 20. Шорты по 30. Футболки 30 лет. Малюсенькие. Малюсенькие. 200. А вот симпатичная маечка. Хорошенькая, да? 129. Ну, у нас такая каратюсенькая. Не хочешь померить эту беленькую? Очень симпатичная. Не как женщина лёгкого поведения, а как нормальная работа. Ну, можно под неё что-то... Ну да, ничего не оденешь. Тут только лифти. Одни майки везде. Сейчас все такие каратюсенькие, как лифчики. Такие вот платья. 100 лир. Рубашка. У нас рубашку можно такую одеть только в декабре. Ой, пока дошли. Только что пока доехали. В маршрутке ехали. Пока доехали. В маршрутке кондиционера нет. Он открыл везде люки, окна. Экономят же на кондиционерах. Ой, пока доехали. Чуть не сварились. Все мокрые. Люди все мокрые сидят. Но никто слова не говорит, почему кондиционер не включают. Главное, за проезд поднимается цена постоянно. А никаких условий для проезда нет. Что-то за штаны такие. 200 лир. Платьечко такое спрошу. Платьечко. Раньше как-то был побольше выбор в этом магазине. Неплохой был магазин. Сейчас мне не очень. Одни футболки, майки. Ничего такого. Уже осенние товары, ветровки. Вышли, может, с магазина. Не знаю. Ничего как-то особо нет. Футболки, майки. Ничего такого. Рубашки для декабря. Ведет штаны. Как будто бы что-то наделал туда штаны. Шорты. Уже этих шорт дома полно. Ничего, ребят, стоящего. Где-то нормального. Одно тропье. Сейчас пойдем во флор. Обувь посмотрим. Мы решили в этот третий магазин, но здесь никогда не были. Вечно проезжаем его, но никогда не заходили. Написано, чик открытый, но закрытый. Магазин одежды закрыт. Он всегда закрыт. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим здесь обувь. Сумки. Здесь уже чуть похуже качество обуви. Такое простенькое все. Безобразие смеха. Сумочки такие. Кош-зал. Вот сколько много сумок. Я одну сумку увидела на трендиоле. Закажу ее. Такая хорошенькая. Ой, господи, что-то падает все. Так симпатичные сумочки. Идем во фло, ребятки. Там ничего нет. Всякая ерунда. Посмотрим, что здесь. А здесь в основном спортивная обувь. Влада хочет что-то на каблуке. Хотя у нее две пары есть хороших босоножечек. Сейчас посмотрим, что здесь. Балетки. Такие туфли. Уже ботинки завезли. Уже готовятся к осенне-зимнему сезону. Такие ботинки. 429. Такие армейские боты. Кинетикс фирмы. Не знаю, не вижу цены. А, вот. 409. Здесь балетки. Суфельки. Такой. Ничего особо. Я не вижу. Что понравилось. Здесь везде спортивная обувь. Вот. 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 Цены 429, 439, 479. Вот. Рюкзачки. Просто ничего нет. Ну, пошли туда дальше. Там какие-то туфли. Ничего нет. Какие-то бабушкины варианты. Да? Вон там туфли. Ребятки, ничего. Вы видите сами. Ничего такого нет симпатичного. Решили зайти в Бургер Кинг. Занято все. Что же нам делать? Там не занято. Ну, там солнце. Выпить Милкшейк. Пошли, да. Внутри. Внутри. Сейчас купим Милкшейк. Блин, ребята, жалейшие. Я вся мокрая, как гранная кошка. Косметика. Течет. Все течет. Ой. Мамочка. Какая же вещь. Взяли мы два шоколадных Милкшейка. Здесь очень вкусные Милкшейки. Раньше от этих Милкшейки мы снимали видео было пять лет. Три года назад. Ну, почему три года? Не три года назад. Масоль. Ну, хватит. Полгода назад мы ходили. А сейчас 18. Вкусный Милкшейк, ребята. Класс. Здесь кондиционер работает. Боже, какая прелесть. Как хорошо. Правда, видите, ничего не убирается со стола. Сидим, как свинничники. Все как-то испортилось, подпортилось. Людей очень много. Да? Испортилось как-то все. Весь сервис. Как-то так. Весь сервис. Сейчас пойдем в Вайкики пройдемся. Больше так мы за климагазином не, да? Куда пойти посмотреть? Я не знаю. Ехать надо. Да, ехать тоже. Или ты хочешь ехать? А куда ехать? На базар? Нет, есть какой базар. Есть магазин. Петрол называется. Там много. А, я знаю. Это много. Ну, сейчас посмотрим. Думаю же не охота. Мы только вышли. Только вышли. И зашли. Только вышли и зашли. Так, друзья, пришли мы в Вайкики. Что мы видим? Что мы здесь видим? Мы видим дермантиновую куртку за 500 лир. Такую вот. Мужская, что ли. Вот такую вот. Видим горчичную. Болотного цвета. Болотного цвета. Болотного цвета. Плащик мы видим. Свитера уже. Рубашечку такую вот видим. Не нравится тебе? Нет. А тебе нравится? А что здесь нравится? Нет. Вот эти штанишки мы видим. Кошмар божий. Божий ужас. 250 лет. Сумочка. Пуфаечку, видимо, такую. Чебурашки. Видите, уже у нас вот такой осенний-зимний сезон уже открылся. Уже футболок особо нет. Пиджаки. Штаны уже, свитера. Учится выпить свитера. Выпить и не закусить хочется. Не знаю. Именно это, это не мой вкус. Не нравится мне это. Я не знаю. Может это, конечно, наверное, сейчас модно там. Я не знаю. Но мне не нравится. Мне приплатили еще, чтобы я одела эту рубашку, например. Чего? Очень красиво. Очень. Очень красиво. Да. Да, ну хватит. Пошли отсюда. Идем дальше. Сколько? 500 лир. Мне б дали 500 лир и ее я б даром не взяла. Вот эти вот кофты, эти кардиганы, какие-то сикис-накисть, да? Не знаю. Можете судить меня в комментариях. Но я говорю так, как есть. Вот так, как я вижу. Может кому-то это нравится. Я не знаю. Мне нет. Просто говорю свое субъективное мнение. Мне не нравится. Ничего, крича. Вот это вот платье, например. Для похороны. Платье, похородное платье. Джинсы. Ну, джинсы хорошо. Дальше. Что? Что дальше? Рубашечка, вся кофтына. Что за мода такая, блин, елки-палки. Вон, спортивные штаны. Вот спортивные штаны одел и пошел. Да, уже все, видишь, осеннее. Ничего нет, нормально. Ничего, вообще. Вообще, я не знаю. Ни на что глаз не упал. Вот плащик какой-то. 800 лир платье. О, мороженое. Девчонка. У нее пиджачок. Что тут? Рубашонка. Рубашонка. Красиво? Ну, я не знаю. Я не люблю такое. Я не люблю рубашки. Вот эти авоськи. Вот сейчас. Вот это вот мода. Вот эти авоськи. Ну, за продуктами сходить понятно. Сейчас напишут, что мы не модные, бакланки. Ну, пусть будет так. Ну, действительно. Или, например, взять с собой красивую сумку, да? Женскую, симпатичную. Или эту авоську. Только продукты покупать и в нее складывать. Рубашечка. Рубашечка, да. И вот платьечко. Мне вот это платьечко нравится. Мне что, работы надо. Вот, посмотрите, какое. Нравится? Ладно, пойдем дальше. А что мне будет? Что, обязательно рубашку надо эту одеть? Другая. Может быть, там другие есть рубашки. Да, да. Вот эти, видите ли? Я смотрю, жестковатая. У меня такая рубашка. У меня такая. У меня такая. Он русскоязычный. Подошли женщины. Тоже им не нравится рубашка. А что это за кофточка? Ну, кофточка такая. Может, кофточка такая? О, Господи. Будь здорово. Штаны спортивные, кофточка. Ладно, это как тельняшка. Ну, куда ее? На рыбалку можно ее надеть. С вот этими штаниками спортивными. Сумочки по 129 лет. Качества вообще никакого нет. Просто. Просто нет никакого качества, ребят. Симпатичные, мам. Из бумаги. Сумки из бумаги. Мама. Красиво. Ну, я же говорю. На рыбалку одеть. Тельняшку. И штаны вон там спортивные подобрать. Не. Я все-таки померяю. Мне надо что-то купить. Ну, хорошо. Лишь бы что. Но поедем в другой магазин. А не лизь. Сейчас. В другой. А куда ее одеть? В офис, что ли? Это чуть-чуть другая, да. Ну, к чему это в офис? Нет. Поедем в Петрол. Вот этот магазин. Может, там что-то есть. Идем здесь. Все спортивное. Пошли. А там вот что есть. Кстати, Петроли там есть. Ну, так и поехали, наверное, туда. Что-то тут вообще ерунда одно. Все спортивная обувь. Лада, идем. Пойдем. Все. Мы ушли, ребята. Поедем в Петрол. Посмотрим, что там будет. Приехали мы, ребята. Вот такой вот магазин двухэтажный. Называется Петрол. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Красивого. Модного. Я давно здесь не была. Влада бывает иногда. Ну, здесь уже вещи получше. Какой у вас сарафанчик. Симпатичный. 200 лир с рюшиками. Черное что-то. Платье. Петрол. Вот какой симпатичный. Цвет фуксии. Тупики, маечки везде. Ага. Вот этот симпатичный. Тебе не нравятся такие сарафантики, Влад? Вот. Очень симпатичные. Разных цветов они. А, ты здесь майку покупала, я вижу. Вот эту нет? Нет. На подобие твоей. Коротюсенькое все. У меня дальше уже футболки пошли. Маечки. Футболка, да? Угу. А что ты не хочешь тут сарафан поснять? Не нравится? Угу. Угу. Что ты мне mandar зарпан? Ну, вообще всё. То конYN Substitute. Ты здесь штаны покупала? Здесь штаны покупала, да? Да. Да. Штаны здесь покупала? Угу. 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 Я уже уже майки, топики. Такое особы. хороший материал майки 60 лет и все эски да все эски штаны какие-то офисные брюки леггинсы гольфики майки леггинсы футболки спортивные тоже особо такого что понравилось да пока не пока не вижу ее птенки пошли туда на ту сторону блузочки сурты какие воска мне кажется это более интересный черный Это мерить надо, ты так не поймешь. Вот это симпатичная. Сколько она? 100 литров, да? Симпатичная. Ну она короткая, наверное, сильная или нет? А ну, приложи к себе, поверни. Ну да, короткая какая-то. Идем дальше, может там что-то. Ты взяла, будешь мерить это? А какой размер ты взяла? Ну вот этот 26, я думаю, что он будет нормальный. Этот 38, она большеватый, да? Наверное, не знаю. Ребята, вещи конечно получат, симпатичные такие сарафаны. Просто я не очень буду снимать, потому что здесь музыка играет. Я боюсь, что YouTube забанит. Неплохие штаны 249. Сарафанчик симпатичный. Влада там уже он себе выбрала. Сейчас пойдет в примерочную, будет мерять. Посмотрим. Пошла Влада в примерочную. Сейчас будем снимать лучше. Влада первый наряд меряет. Хорошо, ну да, вот этого, неплохо. Ну, завязки как-то для офиса и живот виден. Штаны хорошо, мне нравятся штаны. Хорошо. Так, вот такая вот рубашечка, симпатичная. Сейчас еще такая же есть, но с коротким рукавом. Будешь мерить с коротким рукавом? Ну, померь. Значит, вторая рубашка, но с коротким рукавом. Неплохая, но вот эти вот нитки, вот везде торчат нитки. Я не помню, даже если их, например, подшить, здесь будет видно. Не знаю, эти нитки, а так хорошенькая, симпатичная. Я не знаю, может поискать просто другую без торчащих ниток? Чего ты смеешься? Ну, такое качество, что ты хочешь? Значит, вот такая футболочка. Здесь такая же с черной окантовкой, да? Еще и черная есть такая же. Ну, давай черную померь, мне кажется, черная она более интересная, да? Вот такая вот булузочка, очень симпатичная, мне очень нравится. Повернись. Да, вот эта вот симпатичная, хорошенькая, прелесть. Мне нравится? Хорошенькая, цвет классный. Такая вот симпатичная рубашечка, очень даже симпатичная, не короткая. Симпатичная, можно взять, да. И под белые штаны, и под черные, и под зеленые, и под любые она подойдет, однотонные. Вот такая же блузка, только в зеленом цвете, тоже неплохо. А какой тебе больше нравится, фуксий или зеленый? Наверное, фуксий. А, у тебя же фуксий есть и сарафан. Ну да, и тот, и тот цвет хороший. А? И тот, и тот хороший. Так, какой же мы выберем? Ну, выберем сейчас. Ну, такая вот блузочка, тоже очень симпатичная. В размере S мы нашли. Хорошенькая, повернись. Вот эту можно взять, да. Хорошо. Мне понравилось вот это платье, но Владе не нравится. А мне нравится. Такое симпатичное. Ну, не нравится, что же делать. Значит, ребятки, взяли мы вот такие вот, Владе, три блузочки. Вот такой вот туша намерена. Потом вот эта вот симпатичная. И вот такого цвета фуксии. Вот такие вот три блузочки мы купили. А теперь Влада меряет штаны. Вот эти розовые очень даже симпатичные. Повернись. С цветом фуксии. Тебе очень красиво мне. И под белую блузу. Вот такие вот беленькие штанишки. Тоже очень красивые. Повернись. Хорошо. В общем, друзья, взяли мы еще вот такие вот розовые штаны. Владе очень красиво в них. Там она брала красный, белый. Нам не понравились. Вот эти розовые неплохо. Все. Уходим. Уходим уже достаточно. Ветровочка. Так ничего, да? Симпатичная. Все хорошо. Не хочешь? Ну, позже придем за ветровочкой. Уже ноги болят. Представляю я тебе, пока ты меряла. Я меряла. Так что Владуся сегодня пошопилась немножко. Купили три блузы и одни штаны. У нее много штанов дома. Всего много, но просто хочется что-то новенькое. Все. Сейчас будем уже ехать домой.